Вопрос принятия пищи – это вопрос принятия человека. И вопрос того, когда мы не можем принимать пищу с человеком, вопрос весьма серьезный. Когда мы смотрим на то, что происходило в истории, мы понимаем, что благословение сынам человеческим, сынам Ноя, потомкам Ноя заключалось в том, что было разрешено кушать все, что движется, летает и плавает. Это мясо? Это мясо? Все это все. Скажите, пожалуйста, а насекомых можно было кушать? Они дверяются. Можно их кушать? То есть, кроме растительной пищи, разрешено было кушать все. Это было благословением? Это было благословением. Но дальше мы видим определенное ограничение, которое Бог дает в принятии пищи. И евреям. Даже Ноа, который приносил жертву только животных чистых, ему было разрешено кушать все подряд. Но только с появлением Израиля возле Синая выводится закон о запрете приема некоторых животных, рыб и птиц, в пищу. Некоторых. Понятно, да? Откроем Матвея 15-го. Тогда приходят к Иисусу в Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, зачем твои ученики приступают к преданию старцев? Ибо они не умывают рук своих, когда едят хлеб. Они говорят о том, что некоторые люди не соблюдают предания кого? Мама с папой говорили? Мыт руки перед едой. Говорили, учили? Хорошо учили. Правильно учили? А ученики Иешуа, представляете? Ну, не умыли. Не написано, что они кушали грязными руками. Этого не написано. Знаете, я сейчас, ну там, что-то трогаю, безусловно, да? Я недавно помыл руки, да? Они у меня грязные. Чистые. Надо их мыть. Ну, я после мытья рук ничего не брал в руки, кроме Библии и этой чашки. А они ритуально чистые. То есть, я должен, в общем-то, сделать определенный обряд, установленный старцем, да? Помыть руки. Это уже вопрос обрядовой части. Понятно, да? Это вопрос обрядовой части о нечистоте моих рук. Их интересовало, едят ли они грязными руками, или их интересовало то, что они не моют руки перед едой. Разница чувствуется, да? Она говорит, они едят чем? Не умывают рук. Вопрос не в чистоте рук, а в том, что они не исполняют определенный обряд, который виден другим людям. Никто не посмотрит, насколько чистые руки, когда вы их мыли. Но все обратят внимание, что вы вместе со всеми не исполнили обряд омовения рук. Не произнесли определенную браху, определенную молитву, когда вы это сделали. На это обратят внимание? Но никто не знает, чистые у меня руки или не чистые. Что? Можно ли, если я прихожу в еврейский дом, садиться за стол с чистыми руками, не исполняя обряда? Меня попросят исполнить что? Обряд. Интересует обряд или чистота рук? Обряд. И к нему приходят и говорят, послушай, послушай, нас сильно интересуют, насколько чистые руки у твоих учеников. И их интересуют. Зачем ученики приступают к преданию? Не исполняя обряд. Предание старцев. Откуда? Не исполняя обряд. Вопрос не в чистоте рук. Это понятно? Понятно? И послушайте, никому не говорите, что я вас учил есть грязными руками. Понятно, да? Мойте руки перед едой. Не обязательно совершайте омовение, но руки мойте перед едой. Он же сказал им ответ. Зачем вы приступаете к заповедь Божию ради предания вашего? Вопрос уходит в плоскость гигиены или вопрос уходит в плоскость принципов? Он говорит, послушайте, к нему приходят и говорят, послушай, твои ребята нарушают наши постановления. Он говорит, ну, у меня к вам встречный вопрос. А почему ваше постановление отменяет заповеди Божьи? Постановление Божьи? Вопрос идет о чем? О неких принципах. Его спрашивают, почему твои ученики не выполняют принципов, которые заповедовали нам наши отцы, старцы? А он говорит, а меня интересует, стоит ли мне обращать внимание на то, что не заповедовали, если то, что не заповедуют, отменяет принципы, которые есть в Божьем Слове? И он задает вопрос уже не о руках. Он говорит, Бог заповедовал почитать отца и мать. И злословище отца или мать смертью да умрет. Это две заповеди, которые даны нам в Торе. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то, чем бы от меня пользовался, тот может не почитать отца свою мать, таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Он говорит, есть определенный принцип. Почитание отца и матери. Запрет на злословие отца и матери. Забота об отце и матери. Отменяет ли этот принцип почитание Бога? Нет. Вы должны почитать Бога и вы должны почитать своих. И исполнение одного не отменяет исполнение другого. Он говорит, но вы что-то перепутали. Вы решили, что если вы почитаете Бога, то вы можете не почитать своих родителей. И вы решили, что если вы хотите почитать Бога, то вы можете забрать у своих родителей, отдать Богу, и это вам зачтется. Он говорит, вы не поняли принципа, что вы должны почитать и Бога, и родителей. И вводя такие заповеди, вы отменяете прямые постановления Бога. Началось с чего? С сомовения рук. Пришло к пониманию принципов. И он говорит, лицемеры. Почему? Не понимаете принципов. Нарушаете принципов. Делаете показные действия, нарушая Божьи принципы. И своими идеями приступаете принципы Божьи. Говорит, на что вы обратили внимание? На то, что они не совершают ваших ритуалов. Ваших, а не Божьих. И вас это сильно беспокоит? Говорит, лицемеры. Вы хотите, чтобы они поступали так, как вы говорите. Вас не беспокоят Божьи принципы. Вас беспокоят, чтобы люди делали так, как вы говорите. То есть, вас на самом деле не интересует суть вещей. Вас интересует послушание вашим правилам. Говорит, но это перед Богом что? Лицемерие. И он говорит, лицемерый. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Он говорит, ребята, вы говорите одно, приближаетесь ко мне, но на самом деле вы делаете внешние части в то время, когда сердце ваше находится совсем в другом месте. И начиналось все с омывения рук. И призвал народ, сказал им, слушайте и понимайте. Говорит, теперь надо что делать? слушать и понимать. Оказывается, можно, простите, слушать и при этом не понимать. Так бывает. Мы иногда слушаем, но, извините, но не понимаем. Говорит, слушайте и разумеете. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Что тут непонятного? Что непонятно? Не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст. Говорит, не то, что вы кушаете, а то, что вы... Что тут непонятно? Есть какая-то честь, которая нам непонятна? не подождите, он говорит, послушайте, я вам хочу объяснить. Не то, что вы кушаете, вас оскверняет, а то, что вы... говорите. Что тут непонятного? Что понятно? О чем он говорит? Он говорит о некотором принципе. Речь шла до сегодняшнего момента. О чем? О принципах. Он говорит, послушайте, вы приходите ко мне и говорите о том, что они не соблюдают обряды. Говорит, ерунда, что они не соблюдают обряд. Меня интересует, что они отменяют принципы. Он говорит, хочу вам всем объяснить. Идите сюда все. Приступает народ. Он говорит, слушайте сюда, я вам сейчас буду все объяснять. Слушайте, и что делаете? Понимайте. Сейчас объясняю принцип. Принцип очень простой. Не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст. Принцип. Отлично. Все понятно с принципом? Все же просто. Тогда ученики приступили и сказали, знаешь ли, что фарисей, услышав слово сие, соблазнились. Некоторые из вас подходят и говорят, вы знаешь, ты вот это вот учил, а там были ребята, они не поняли ничего и ушли. Что это значит? Что бы это значило? Что на самом деле, я тоже не понял. Я не ушел вместе с ними. Я пришел к тебе, рассказать тебе о том, что он, ну я-то, понятно, что я умный. Ну просто ты мне объяснишь, чтобы я им передал. Что ученики говорят? Они говорят, послушай, ты знаешь, что вот после того, как ты это сказал, они соблазнились и ушли. Ну и что им дает ответ, ответ на поставленный вопрос, он говорит им, он сказал в ответ, всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится, оставьте их, они слепые, и вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то упадут в яму. Он говорит, так, послушайте, на самом деле, не переживайте с тем, что они ушли. Они же пришли, и говорят, послушай, они, услышали, соблазнились, и ушли. Мы так переживаем за то, что не ушли? Говорят, да ладно, ничего, не переживайте. Они же должны перестать переживать. И поэтому, что не перестали переживать, они говорят, слушай, Петр отвечал, сказал ему, изъясни нам притчу сию. Он говорит, послушай, они такое услышали, соблазнились, мы так переживаем за них. Говорят, не переживайте. Ну ладно, тогда мы тоже не поняли. Ну так это выглядит. Причем, Петр говорит, послушай, это была притча. Ну ты же натурально не имел в виду то, что ты сказал. Петр говорит, я понимаю, то есть, ну понятно, они соблазнились, потому что они не поняли притчу. Ну мы тоже не поняли притчу. Потому что ты же не буквально имел в виду то, что мы кушаем. Ты же имел в виду притчу. Ты же просто хотел нам показать образ чего-то, объяснить. Ну ты же притчами с нами разговариваешь. Ты же о чем-то таком. Там же есть какая-то глубина. А мы ее, ну не поняли. Объясни нам эту притчу. И Ишу объясняет ему притчу. Он правда удивился. Говорит, неужели вы еще не понимаете? Странно. Вроде же вам было сказано, сказано слушать и поняли. Говорит, а вы еще не поняли? Говорит, ну ладно, я вам сейчас объясню это. Говорит, исходящее из уст? А, еще не понимаете, что все входящее в уста проходит через чрево и извините, извергается вон. Говорит, вы не в курсе, что после того, что вы кушаете, вы какаете. Говорит, вы что, не поняли этого еще? Вроде же вы взрослые люди и должны понимать, что процесс, ну каким-то образом приема пищи связан с тем, что вы посещаете определенное место. Укромное, маленькое, где вас никто не видит. Говорит, как-то эти вещи связаны. Говорит, вы что, до сих пор не поняли? Это, наверное, притча. Это притча или это, ну, описание физических процессов, которые происходят в нашем организме. Мы когда покушаем, через какое-то определенное время поступает сигнал, что вам пора идти. И вы не спорите с этими сигналами, вы не противостоите им, вы послушно идете и выполняете. Понятно, да? Он говорит, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит через север и извергается в ур. Вы что, еще до сих пор этого не поняли? Это притча? Нет. А исходящее из уст выходит откуда? Из сердца сие скверняет человека, ибо из сердца исходят злы, помысл, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, каражи, лжесвидетельство, хуление. Это скверняет человека, а есть неумытыми. Нескверняет. Вернулись к чему? Вернулись к чему? К рукам. Другими словами, к ритуалам. И он говорит, послушайте, ребята, вы не поняли, что на самом деле ритуалы ничего не значат? В принципе, важнее ритуалов. На тот период времени для тех людей ритуалы были важнее принципов. Он говорит, ребята, вы не понимаете принципов. И устанавливая определенные ритуалы, вы отменяете принципы. Принципы не ваши, а Божьи. Ритуалы ваши. Здесь понятно? Итак, он говорит о том, что не совсем понятно было кому? Евреям. Фарисеям. Его ученики были фарисеями. А им было понятно? Не надо гнать на фарисеев. Понятно, да? Ученикам точно так же не было понятно. Петр точно так же пришел и говорит, слушай, изъясни нам эту притчу. Они хотели съехать на непонимание тех, кто слушал, но сами при этом не понимали. любите фарисеев. Они хорошие были на самом деле. Они неплохие. Ну, просто фарисеи только не поняли. А у Петра его не было, да? У него, а откуда вы знаете, что у него возник процессы? послушайте, мои хорошие. Они не подошли и не спросили, а прослушали. Послушайте, то, что говорил Ешуа, было непонятно. И когда он начинал говорить, он знал о том, что будет непонятно? Знал. И он предупредил всех честно до того, как начал говорить. Слушайте, и что делаете? понимаете. Проблема заключается в том, что мы часто не обращаем внимания на то, что говорил Ешуа в Матвея в пятой главе. Он говорит, 17 стих, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнил. Он говорит, что мы должны делать? Ничего подобного. Как? Не думать. прочитайте, что там написано. Он говорит, не думайте. Он предупреждает о том, что будут люди, которые будут думать именно вот так. А вы, когда меня слушаете, предупреждаю, вот так не думайте. не вообще не думайте, а не думайте вот так. Он предупреждает о том, что такие светлые мысли в голову такие придут. И зная о том, что эти светлые мысли в голову придут, он говорит, так вот, это неправильные мысли, так думать не нужно. Когда он призывает людей, говорит, послушайте, слушайте и понимайте, то надо внимательно напрягаться для того, чтобы не только услышать, но и понять, что же говорится. Разница чувствует? Это очень важные моменты. На самом деле важные моменты для нашего понимания. Итак, 14 глава послания к Римлянам. немощного вера принимайте без споров во мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, а кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим господином он стоит или падает, и будет восстановлен Римлянам 14 глава с 1 по 6 стих я буду читать. И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком неравном. Но всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни для Господа, различает, а кто не различает дни для Господа, тот не различает. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест для Господа, не ест, и благодарит кого? Бога. Речь идет о чем? о пище и днях. Итак, здесь написано немощного вере. Значит, немощный вере, он все-таки кто у нас? Верующий брат. Значит, есть братья, которые сильные в вере, а есть братья, которые в вере слабые, немощные. И он говорит, немощного в вере принимай без спора о мнениях. Есть мнение вот такое, есть мнение другое. Ну, слушайте, ребята, давайте не будем спорить о этих мнениях. апостол Павел рекомендовал это римлянам. Верующий Нового Завета спорит до сих пор. Понятно, да? На тот период времени уже существовало как минимум волнение. И на тот момент времени уже были что? Споры. Кто с кем спорил? братья с братьями. Спасибо за этот комментарий. Я вам отдельное спасибо скажу после занятия. Вот, наконец-то нашелся способ. Спасибо. Итак, споры были? Были. И споры обозначали, что одни твердые веры, а другие в вере слабые. И он говорит, послушайте, ребята, да не надо вам об этом спорить, расслабьтесь немного. Расслабьтесь. И он говорит, не надо, не надо. Потому что одни уверены, что можно есть все. кто? А немощный есть овощи. Значит, если вы себя ограничиваете в пище, то вы на самом деле кто? Упс. Упс. я читаю, кто есть, ибо иной уверен, что может есть все, а немощный есть овощи. Есть две категории в первом стихе. Немощный в мире принимайте без споров о мнениях. Есть немощные веры, есть ненемощные веры. Немощные веры едят что? Овощи. А уверенные едят все. Опять, не идет речь о нет, как раз о еде идет речь. Не идет речь о спасении. Еще есть вещи, о которых не идет речь. Есть у вас ваши предпочтения в еде. Никто не говорит о том, что если у вас есть определенное предпочтение в еде, то они говорят о том, что вы немощные в вере. Не об этом идет речь. Еще раз. Есть люди, которые не едят чего-то. Ну, к примеру, я не ем холодного. Вы любите холодное? А я не люблю. Ну, в смысле холодца, да. В смысле холодца я не ем. Значит ли это, что я немощный в вере? Ну, может быть, и значит, на самом деле. Но я ем это не потому, что я каким-то образом верю, а потому, что я не люблю. Я, к примеру, не ем вареную рыбу. Я, может быть, и немощный в вере. Я не говорю о том, что я сильный в вере. Но в данном случае вопрос не моей веры, а моих предпочтений. И тут нужно различать вопрос не тогда, когда вы садитесь за стол, говорят, я мясо не ем. О, брат, ты немощный в вере. Понятно, да? Не об этом идет сейчас речь. Речь идет о том, что были некоторые, которые, исходя из своей веры, чего-то не ели, а другие, исходя из своей веры, ели все. Речь идет не о кулинарных предпочтениях, не о культуре воспитания, а идет вопрос о определенном образе веры. разница, да? То есть, завтра можно приносить жучков, вы все крепкие веры будете кушать. Понятно, да, о чем идет речь? Есть вещи, которые мы просто не едим, и это не вопрос нашей веры. Здесь обсуждаются вопросы только веры. Окей. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. это уже не рекомендация, а повеление. Он говорит, послушайте, ребята, вы можете верить как угодно, но ваша вера вам не дает права осуждать тех, которые едят, и тех, которые не едят, не должны осуждать тех, которые не едят. то есть и одни и другие лишены прав осуждать другого за ту пищу, которую они едят. Аминь. Чувствую, попал в харизма там. И он говорит, кто ты осуждающий чужого раба. Здесь идет речь уже о том, кем мы являемся в первую очередь по отношению к Богу. И вопрос нашей веры это вопрос наших личных взаимоотношений с Богом. Причем учтите, здесь идет речь о несущественных незначительных вещах, которые возводились в ранг принципов. здесь не идет речь, тут идет речь в этом месте писания только о пище и развлечении дней. Здесь не идет речь о том, что вы можете грешить убивая, воруя, и говорит, слушайте, а у меня все нормально, я не чувствую, это мое личное дело и Бога. Здесь рассматриваются только два аспекта дни и пища. И здесь дается определенная свобода верующим в плане размышлений над пищей и над днями. Другие нравственные принципы здесь не рассматриваются. Здесь рассматриваются не нравственные законы, а ритуальные обряды. То, что связано было с ритуалами. Пища это то, что было связано с ритуалом. Разделение дней на особые праздники связаны были с чем? С ритуалами. И он говорит, послушайте, одни могут придерживаться определенных ритуалов, другие могут не придерживаться. И он говорит, это их личное право и никому нельзя осуждать тех, которые придерживаются и тех, которые не придерживаются. Да. Скажите мне, пожалуйста, иной отличает день от дня. Иной отличает один день от другого. Как он их отличает? понедельник, вторник, среда, четверг, ну, понятно, что они все разные, да? А как можно отличить один день от дня? кто различает дни для Господа различает? Уже о чем говорится? О специальном отличении одних дней от других для кого? для Господа. Связано ли это с праздниками? Ну, да, тогда что вы спрашиваете? Ну, что вы-то? О чем тогда вопрос? Говорится вопрос о принципе. Говорится о том, что есть люди, которые делают различия между днями, есть люди, которые не делают различия между днями. Те, которые не делают различия между днями, не делают различия между днями праздников и непраздников. Или это не касается вопросов праздников? То есть они в принципе не отличают день от дня, а праздники отличают. Может так быть? Касается всех дней, в том числе и праздников. Я ответил на ваш вопрос? Хорошо. Итак, возвращаемся к принципам. Опять, мы наступаем все время на одни и те же грабли. Вы рассуждаете о деталях, не обращая внимания. На что? На что не обращаете внимания? На принцип. Если вы не обращаете внимания на принцип, а размышляете о деталях, то извините, все наши занятия вам ничего не дадут. Потому что у вас появятся еще какие-то детали. Дальше можно задать вопрос, а имеется в виду, только ли праздники определенные, как дни праздников на поклонение в Иерусалим, или праздники, которые касаются новомесячей? Тоже. Хорошо, новомесячие тоже. А Ашмини Ацарет входит. А хорошо, а Пурим, кстати, праздник, который не учрежден был Богом. Его надо отличать или не надо отличать? А Ханука был праздник, который тоже не учрежден Богом. Его надо отличать или не надо отличать? Это же не божественный праздник. 28 вопросов появляется. Или, когда мы говорим, кто различает, тот различает. Все дни различает или все дни не различает. Здесь берется две противоположных крайности. Между ними может существовать нацать вариантов. Но апостол Павел говорит о крайностях и говорит, что и крайности не важны. Стоит нам рассуждать о вариантах внутри, если крайности не важны. Вопрос изнутри говорит о том, что вы поняли принцип? Говорит о том, что вы поняли принцип? Ну, быстрее, пожалуйста. Ну, мыслительный процесс, он должен быть быстрым. Да или нет? Нет, ну, это все. Это же просто. Итак, ибо, иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, а кто не ест, не осуждает того, кто ест. Потому что Бог принял его. Говорится о вещах, связанных с Богом и принятием Бога. И Бог принимает нас на основании того, что мы едим, или на основании каком-то другом. Другом основании. Основание называется вера. И здесь говорится о том, что если ты этого не ешь, Бог тебя что? Не принял. Ого. Если ты ешь все подряд, значит Бог тебя не принял. Говорит, нет. А если ты ешь только овощи, значит ты лучше того, кто ест все. Посмотрите, на что обращает Павел внимание. Потому что Бог принял его. Идет речь о принятии человека Богом. Речь идет о принятии человека Богом. Когда мы смотрим на Каина и Авеля, многие люди сосредоточены на чем? На жертве или даре, которые принесли эти два брата. Но Бог говорит, я принял Авеля. Каина не принял. Я принял Авеля, а Каина я не принял. Идет речь о принятии дара или человека. Теперь мы можем долго рассуждать о дарах. Но увидим ли мы смысл того, что нам говорит Тора? Нет. Здесь идет речь о принятии человека Богом. Потому что он ел или не ел. Но некоторые утверждали о том, что перед Богом зависит то, будет принят человек или нет. В зависимости от того, ел он что-то или не ел. Понятно, о чем идет речь? Еще раз. Он говорит, что есть люди, которые едят все подряд. Жуткие люди. А другие люди, которые едят только овощи. Он говорит, ребята, вы не поверите? Перед Богом, для того, чтобы Бог принял и тех, и других, ему не важно, что вы кушаете. Ему важно, во что вы верите. Теперь мы можем долго ломать копию на предмет того, что есть и чего не есть. Говорит, а какой смысл? Если Бог принимает, вообще на основании абсолютно другом. Говорит, о чем вы спорите между собой, если и у одних есть господин, и они перед ним стоят, и у других есть господин. Вы же не господа друг к другу, чтобы спорить между собой. Оставьте это в их взаимоотношении с Богом и не вмешивайтесь в них. Понятно? Понятно, нет? Ну, будем считать, что вы более или менее разобрались с пищей и днями. Понятно, да? Вопрос стоял, как в 15 главе Матвея, в некоторых принципах, на которые Бог обращает внимание. Он уводит наше внимание от обрядовой части к принципам, которые были заложены в обрядовой части. То есть, обрядовая часть раскрывает определенные принципы. В обрядах мы можем видеть принципы. Но когда мы, исполняя обряды, теряем из виду принципы, наши обряды начинают отменять его принципы. То есть, были даны определенные принципы. И ничего плохого в том, чтобы есть чистыми руками, нет. Ну, ничего плохого. По-прежнему хорошо, если вы моете руки перед едой. Никаких проблем нет. Проблема заключается в том, что когда вы это вводите в ряд обязательств, внешних, непонятно для чего, и тщательно смотрите, чтобы другие это делали. Вы вводите правила и смотрите, как это правило, которое вы постановили, исполняют другие люди. Говорит, тут проблема. Тем более, проблема с тем, что вы ввели ряд правил, неправильных, которые отменяют заповедь Божию. И он говорит этим ребятам, послушайте, у вас есть легкая проблема, вы не поняли принципов, но устанавливаете при этом правила. Понятно, да? И дальше он говорит, послушайте, есть определенный принцип, который вы должны понять. А принцип заключается не в мытье рук, и не в том, что вы едите, а в том, что вы говорите. Вы этого не поняли, ничего страшного, придет время поймете. Они обиделись, и что сделали? Ушли. Хорошо, ученики не ушли, а остались. Ну, я надеюсь, я завтра тоже вас увижу. Спасибо. 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 Продолжение следует...